Латинская вакханалия в сердце империи 1677-1682 годов. Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. В прошлом ролике мы с вами разобрали крушение одного из столпов власти великого императора Европы – Православия. Теперь на очереди у заговорщиков было дальнейшее уничтожение столпов императорской власти. По факту устранения от власти патриарха и заточения царевича Алексея главную проблему для просветителей представляла боярская знать. Многие были недовольны высылкой патриарха, да и смерть царя была у всех на устах. Главным заговорщикам, долгорукому Воротынскому Матвееву было предельно ясно, что провести радикальные реформы по развалу Российской империи при действующем институте Боярской думы было невозможно. Самые знатные боярские роды никогда не примут сомнительные ценности вассального запада. Они уже начали высказывать недовольство происходящим. Поэтому первым делом заговорщики решили реформировать саму Боярскую думу, при этом полностью заменив ее своими сторонниками. И вот как это они сделали. Сегодня считается, что необъяснимая отмена местничества впервые произошла в 1682 году, за два месяца до смерти Федора. Якобы в конец обезумевший царь перед смертью сам не понимал, что творит. Но все было совершенно не так. На самом деле отмена местничества произошла сразу же в день венчания Федора на царство, 18 июня 1676 года. Это был первый указ молодого царя, объявленный сразу же в день венчания на царство. А бояре и окольничие все были без мест. Историки знают об этом, но лукаво называют этот указ введением безместия. Давайте задумаемся, в чем безместие отличается от отмены местничества? Как покажет наше дальнейшее расследование, практически ничем. Уже 18 июня 1676 года все бояре оказались в правительстве без мест. Они и спешным порядком были заменены новыми незнатными людьми. Это очень важный момент нашей истории, радикально изменивший структуру верховной власти в стране. Зачем это юному Федору? Первый указ царя и вдруг непонятное безместие. На это следует нелепое объяснение историков, что царь решил поменять людей на церемониях, заседаниях Думы, приемах послов. Просто так. Взял и поменял людей местами, ничего особенного. Но позвольте, это очень серьезно. На всех официальных царских церемониях люди располагались в строго соответствии своему статусу и иерархии. Указ о безместии отменял саму иерархию. Фактически это и есть отмена местничества. Сделаем заключение, что первый указ царя Федора о безместии и известная отмена местничества есть одно и то же. А когда на самом деле была отмена местничества? Откроем уникальный в своем роде труд Богданова, царь Федор Алексеевич. Хотя местничество Федором Алексеевичем запрещалось чуть ли не во всех случаях. 12 января 1682 года удовлетворил просьбу выборных и отменил местничество навечно. То есть, по сути, местничество уже не соблюдалось с первого дня царствования Федора. А в 1682 году это попросту окончательно узаконили. Как мы понимаем, отмена местничества произошла сразу, в 1676 году. Это событие отпечаталось как ввод безместия согласно первому указу молодого царя Федора. Задумаемся, зачем же молодой царь ввел безместие? Зачем отменил местничество? Ведь местничество – это основополагающий закон монархической иерархии. Согласно ему, должности строго регламентируются согласно прежним заслугам того или иного боярского рода. Это основа основ любой монархии. Зачем царю и боярам рубить сук, на котором они сидят? Ну, если бояре в окружении Федора родовитые, то все это нелепо. Но если нет, а если произошел переворот? Отмена местничества была необходима для выдвижения выскочек Матвеева и Долгорукова, выше родовитых бояр и легализации новых латинских дворян, понаехавших на Русь в 1676 году. Поэтому заговорщикам отмена местничества была просто необходима. При этом вся староордынская боярская знать полностью лишалась власти. Сразу же, в один день. Малолетний царь в то время исполнял роль номинальную. Указы долгое время диктовались лично Артамоном Матвеевым, воспитателем молодого царя. Но чтобы этот закон провести, нужно было сделать самого Федора Алексеевича царем. На момент убийства царя Алексея царевичу Федору не было 15 лет, а следовательно быть царем он не мог. Заговорщикам с этим надо было что-то делать и как можно скорее. Несовершеннолетнему царю полагался регент, а он избирался из самой близкой знати. Прозападные предатели на эту роль никак не годились. Реальными претендентами на регенство были совершеннолетний царевич Алексей, родной дядя Федора, упомянутый нами Иван Михайлович Милославский и родная мать царевича Наталья Алексеевна. Все они были рьяными защитниками православия и имперских традиций. Приход к власти любой из этих фигур означал для заговорщиков только одно – скорую мучительную казнь на лобном месте. Так оно и произойдет чуть позже, но пока инициатива была на стороне заговорщиков. Ситуация была напряженная, поэтому даже рассматривался вопрос о последовательном уничтожении всех царственных особ, включая царевича Федора. Эти свидетельства стали доступны благодаря выдающемуся специалисту, доктору исторических наук Галине Валерьевне Таллиной. Она пишет, при этом даже сам факт прихода Федора Алексеевича к власти не рассматривался иностранцами в качестве само собой разумеющегося события. Их интересовала роль Матвеева в возможном возведении на трон Петра в обход старшего брата. Галина Валерьевна прямо свидетельствует, что заветной целью понаехавших в 1676 году иноземцев было выдвижение Петра. Жизнь царевича Федора интересовала их постольку поскольку. Сам Артамон Матвеев выступал за радикальное решение вопроса. Уж если вырезать царскую династию, то под самый корень. Однако совет заговорщиков решил не торопить события. Столь радикальные меры могли взорвать ситуацию в стране и вывести ее из-под своего контроля. Убийство царя Алексея, заточение царевича Алексея и арест патриарха Никона и так будоражили общество. Поэтому решили на первых порах прикрыться малолетним Федором. Царевича Федора Алексеевича венчали на царство в Успенском соборе Кремля 18 июня 1676 года в 14-летнем возрасте. Эта дата отпечатана во всех иностранных документах, поэтому мы должны принять ее как достоверную. Но тут возникает вопрос, вернее вопросы. На каком основании несовершеннолетнего царевича венчали на царство в обход многовекового закона престола наследия? И второе. Зачем это было сделано? Факт неканонического венчания на царство при этом впервые за всю историю указывает, что главой церкви стал марионеточный ставленник Запада. При патриархе Никоне представить нарушение обрядности в самом главном законе страны просто невозможно. Новоиспеченный патриарх Яким тут же нарушает многовековые традиции, преследуя вполне понятные задачи. Во-первых, чтобы избавиться даже от самой возможности претендовать на царство царевичу Алексею или его дяде Ивану Михайловичу, то есть Милославскому. Во-вторых, чтобы провести новый закон об отмене местничества. А теперь давайте посмотрим, как проходила церемония венчания Федора Алексеевича на царство. Патриарх Яким внес кардинальные изменения в чин венчания на царство нового царя. Если раньше при венчании будущий царь был главным лицом церемонии, сам ход которой подчеркивал божественность венценосного наследника, то теперь главным церемонии выступал патриарх. Особенно ярко это прослеживается при сравнении поставления на чин Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Чин поставления Алексея Михайловича на царство описывает следующий ритуал. Светлейший же патриарх совершает божественную литругию, стоя в царских дверях. И тогда приходит царь и великий князь и приемлет святую дору и укроп с вином. И потом отходит на свое место тем же царским путем. Царь же прием свою просфору изволил звать патриарха и митрополитов, и архиепископов, и весь освященный собор хлеба есть. И богом венчанный царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Россией самодержец, изволил идти из соборной церкви Пречистой Богородицы в царском своем венце и во святых бармах южными дверями к церкви Архистратига Михаила. Это полное собрание законов Российской империи. То есть царь самостоятельно принимает Божье благословление и сразу становится царем. Это великое таинство, достойное только Божьего помазанника, без всяких посредников. Патриарх загодя покидает ворота царские и оставляет царя наедине с Богом. По завершении церемонии царь сам зовет патриарха. Главное лицо таинства – царь. При венчании Федора все иначе. И святейший Иоаким, патриарх, стоя во святом алтаре, близ же царских дверей, а Корнелий митрополит держал святое мира на золотом блюде в дорогом сосуде. Патриарх же, прием святое мира из дорогого сосуда, помазуя царя святым миром перед царскими дверьми. Глаголя на кое ж до помазанья печать и дар святого духа. Аминь. Государь же царь, так прибысь до осьмого дни, не обмывая на себе святого мира помазанья. Теперь все таинство происходит под диктовку патриарха, который отождествляется с главным глашатаем воли Божьей. Рядом с ним на таинстве правит странную мессу митрополит Корнилий. Царь на вторых, если не на третьих ролях. Вот что пишет по этому поводу думающий историк Богданов. Люди не могли не заметить, что на царском венчании распоряжается исключительно патриарх. В ходе церемонии, выслушав обычную речь царя о желании короноваться, Иаким по византийскому образцу вопросит, «Коко веруешь и исповедуешь отца и сына и святого духа?» В ответ Федор Алексеевич, в отличие от всех своих русских предшественников, торжественно произнес «Никео цареградский символ веры». Наконец, церемония сия проходила не на специальном месте перед царскими вратами, а в самом алтаре царь уподобляется священнослужителю. Андрей Петрович верно подметил, что царя Федора венчали не канонически, серьезно принизив ранг царя. Но главный академик не произнес. Видимо, хотел сказать, да не решился. То, что царь молвил на главный вопрос патриарха. «Никео цареградской символ веры» говорит о том, что православного русского царя впервые венчали по-католически. Небольшое отступление. На самом деле, никейский символ веры произносится всеми латинскими королями. Русская церковь его не признавала и пользовалась более древним, первичным христианским символом, канонизированным во время Первого Вселенского Собора. В конце VI века в западном христианстве в никейский символ веры после слов «и Господа Святого Духа, который животворящ, который исходящ от Отца», добавили слово «и Сына» по докторинальным причинам, желая объявить, что Святой Дух исходит также и от Сына, а не только от Отца. Восточная церковь этого не приняла, потому что слово отсутствовало в первоначальном исповедании веры. Поменять символ веры на католический при венчании православного царя – это просто немыслимо. Почему же историки смущенно молчат и никак не комментируют столь разительные перемены при венчании? Неужели они не хотят разобраться в этом любопытном вопросе? Хотеть-то, наверное, хотят, но если начинаешь с этого момента копать, то все здание традиционной истории рушится, как карточный домик. Остается просто не замечать. Или замечать, но вскользь, как Богданов. Поэтому он осторожно недоумевает о своеволии нового патриарха во время церемонии. Если Яким – это православный патриарх, то все происходящее – невообразимая фантасмагория. Но, по нашей версии, патриарх Яким исполняет волю Папы Римского. Католический ставленник исполнил свою роль согласно давно написанному сценарию. В свидетель этой чудовищной церемонии предусмотрительно пригласили только своих, сведущих бояр-заговорщиков. Только они и окажутся рядом с новым царем с местами на первом торжественном заседании по этому случаю. Царь и великий князь Федор Алексеевич, всея великая и малая и белая Россия, самодержец, и великий господин святейший Кир и Аким, патриарх московский и всея Россия, сели за стол по чину на своих местах. А бояре и оконичие – все были без мест. А власти были у стола, которые были на царском венчании, и у святые божественной литургии, и писаны имена выше сего. Вроде небольшой отрывок, а как много в нем сказано. Теперь все знатные бояре лишались места чинов. Имена новых вельмож приказано писать выше прежних родовитых бояр. Итак, 18 июня 1676 года власть в Боярской думе захватили заговорщики. Они фактически отменили Боярскую думу, поставив над ней свой Верховный совет – расправную палату. В 1676-1681 годах расправная палата считалась самым главным органом в стране. 18 июня 1676 года – это дата падения старого русского благочестия. В Священную Римскую империю понеслись радостные вести. Как покажет время, рановато. Москва – это еще не вся Россия. После захвата всех институтов власти, прозападная партия начинает проводить запланированные реформы. Впоследствии их назовут красивым словом «просвещение». А как вы думаете, был ли Федор Алексеевич великим реформатором? Конечно же нет, ответите вы, он был слабым, инертным юношей. А в подтверждении этого пространную лекцию прочитаете о вырождении царской династии перед приходом Петра Величайшего. Нет, не был Федор реформатором. Конечно, не был. А вот ты неверно. Полное собрание законов, составленное Спиранским, задавшимся мыслью вместить в него все указы правительства за время царствования царя Алексея с 1649 по 1675 год, вмещают 600 с лишним указных статей. За время Федора Алексеевича около 300. То есть, Федор Алексеевич за пять лет издал половину общего числа указов Алексея Михайловича со своим знаменитым уложением. Более того, все знаменитые Петровские реформы, оказывается, впервые вводились на Руси вовсе не Петром, а юным Федором. Конечно, дело не в особых способностях молодого царя. Просто это огромное число указов за него составляло клика придворных заговорщиков. В этом и заключалась их главная миссия – так реформировать Российскую империю, чтобы от самой этой империи не осталось и следа. В этом и был главный смысл просвещения. Давайте посмотрим, о чем были эти указы. Замечательный историк Богданов пишет про Федора Алексеевича. Он отменил местничество, преизрядно обновил царский дворец, Кремль и Китай-город, ввел новое платье. Нам со школьной скамьи говорят, что бороды рубил Петр, табак ввел Петр, фильмы показывают. Оказывается, все это было введено до Петра. Но, может быть, Богданов ошибается? Отнюдь. Открываем историю Петра Великого Брикнера. При Федоре влияние Польши усиливается. Первая супруга царя Грушецкая была виновницей введения реформы относительно платья при дворе и в высших кругах русского общества. По ее влиянию начали в Москве стричь волосы, брить бороды, носить сабли и кунтуши польские, заводить школы польские, латинские и прочее. Еще при Федоре было говорено и писано о неудовольствии многих бояр, названном этими нововведениями. Кардинальные изменения внутри страны после 1676 года наши историки списали на непонятные чудачества Грушецкой. Вот и получается, что главный реформатор нашей Родины не Петр и даже не Федор, а юная царица Грушевская. Конечно же, супруга царя Федора к этим переменам не имела ни малейшего отношения. Первые реформы коснулись основ русского многовекового быта и вводились теми, которые эти основы были чужды. Под диктовку западных просветителей царь Федор издает указы о разрешении носить немецкие платья, брить бороды и головы наголо, курить табак. Более того, теперь это считалось богоугодным делом. Основные просветительские реформы начинались вовсе не Петром Первым. Он всего-навсего введет их повторно, когда, наконец, захватит власть. Излом и смена курса произошла при Федоре Алексеевиче. Если в словах Брикнера заменить влияние Польши на влияние Святой Римской империи, то все станет понятно. Мы уже говорили про этот подлог. Польша, Киевская школа, западно-южные продвинутые церковники – все это латинское влияние Священной Римской империи на Русь посредством просвещения. Прусские историки осознавали, что резкая смена курса Российской империи вскрывает опасную правду про убийство царя Алексея и латинский переворот. Поэтому просветительские реформы царя Федора старательно не замечают. А наш прославленный историк Соловьев пошел дальше и заявил, что бродобритие и ношение европейских покроев стало обычным делом еще при царе Алексее. Прием нам уже известный. О каком бродобритии при царе Алексее речь, если это богопротивное дело, а сам царь всегда был ревностным служителем православия? Свидетельства Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Епифания Кипрского утверждают, что бродобритие – страшный грех. Бог ясно заповедал – не порти края бороды твоей. На стоглавом соборе Иван Грозный дневно отозвался о бродобритии. По грехам нашим слабость и нерадение вошли в мир в нынешнее время, порицаются христианами, а в тридцать лет и старее бреют головы и броду, и усы, и платы, и одежды, и, наверное, их земель носят. Почему познать и христианина? Но Алексей Михайлович, да-да, тот самый тишайший царь, пошел дальше своего грозного предшественника. При царе Алексея Михайловича появились и другие, уже православные, следовательно, более компетентные обличители недостатков. Подвергалось преследованию бродобрития за употребление табака резали носы. Так что не надо списывать латинские грешки на благоверного русского царя Алексея. Соловьев, видимо, опять соврамши. А для кого вводились эти новшества? Неужели народ русский настолько прозрел, что внезапно захотел одеться в польские платья и табачок заморский закурить? Едва ли такое мыслимо. Эти реформы вводились прежде всего в угоду иноземцам, которые понаехали в Московию по зову первых просветителей. Для себя делаем важное замечание, потому, когда на Руси разрешалось бродобритие и ношение немецких платьев, мы можем судить, какие силы стояли у власти в империи. Как покажут наши дальнейшие исследования, эта аксиома будет верна всегда. Поговорим о самих реформах. Первым делом просветители срочным порядком проводят военную реформу. Фактически армия из профессионально-сословной превращалась в рекрутскую. Ряд указов правления Федора Алексеевича такие, как указ об отмене местничества в крестных ходах, указ 1680 года о вечной отмене местничества в войсках подготовили указ о всеобщей отмене местничества. На самом деле военная реформа была проведена именно в 1676 году, ибо в Чигиринском походе 1677 года мы увидим уже армию нового строя, состоящую сплошь из иноземных генералов и офицеров. Сотники, тысячи и воеводы преобразуются в майоров, полковников и генералов. Знаменитые русские князья-полководцы Григорий и Муцал Черкасские, Шереметьев, Хитрово, Хованский заменяются на Траурнихтов, Бекховенов и Вульфов. Последним предстояло доказать на деле, что представляет из себя новая армия в битве с русской ордой. Старая имперская армия со своими легендарными воеводами очень быстро преподаст им горький урок боевого искусства. Скоро мы дойдем и до этих блистательных страниц нашей истории. Кстати, с 1677 года ежегодно проводились дополнительные рекрутские мобилизации. Все это было вызвано разгоревшейся в стране гражданской войной и катастрофической нехваткой солдат. По военно-окружной реформе вся территория государства была организационно приспособлена к регулярной военной службе. Все это небывалая вещь за всю многовековую русскую историю. Раньше вполне хватало княжеских поместных дружин и казацко-стрелецкого войска. Царь хлопнул в ладоши, и через месяц на врага отправляется самая мощная в мире полумиллионная армия. И были в этой армии самые лучшие в мире пушки, гаубицы и дробовики, ужасные для врага орды калмыцко-татарской кавалерии, самые искусные и бесстрашные казацкие части, лучшие в мире стрелецкие полки. Но теперь вся эта имперская армия воевала не за Москву, а против, ибо в столице засела латинская клика заговорщиков. Оттого прозападное правительство и проводит спешные мобилизации. Новым иноземным офицерам нужны были солдаты, решили набирать из крестьян. Помимо военных реформ, Федор провел так называемую общую чиновнюю реформу. Результатом ее все чины в стране отменялись и заменялись новыми иноземными аналогами. Фактически прежний порядок полностью отменялся. А это-то зачем? Ну ладно, царь еще молодой, не понимает, а бояре-то куда смотрели? Вот что писал по поводу чинов его отец Алексей в своем уложении. «Я по его государеву указу никакой бы вещи без благочиния и безустроения уряжного и удивительного не было, и чтобы всякой вещи честь и чин и образец писанием предложен был». Получается, Алексей Михайлович вместе с Боярской думой создали знаменитый свод чинов и законов, а малолетний сын решил, что все это ерунда, решил и отменил знаменитое уложение, а следом и саму Боярскую думу заменил иноземцами. Так получается, господа историки? Очевидно, что подобные реформы могли проводиться спланированно целой командой заговорщиков. 14-летний юноша сам до такого додуматься просто не мог. Историк Таллина пишет по этому поводу. Федор Алексеевич на первых порах не мог вести ту же политику, что проводил его отец. Ему требовалось обрасти своим окружением, укрепиться для того, чтобы стремиться к ограничению местничества. Но делать это уже новыми способами. Все цари жили и правили по окоренившимся законам, а малолетний Федор вдруг придумал, что так дальше нельзя. Поэтому он решил обрасти новыми прозападным окружением и отдать этому окружению всю власть. Согласно историку Богданову, при Федоре впервые поместно-вотчинные узаконения зачастую вводились в действие без царя, одним боярским приговором. Впервые за всю историю Руси водчины раздавались без царского соизволения. Пока малолетний Федор доверчиво расспрашивал Артамона Матвеева, как ему должно царствовать, у новых бояр кружилась голова от вседозволенности. После же смерти царя Алексея претензии знати возросли до такой степени, что в 1681 году царю Федору Алексеевичу был предложен проект раздела России на несколько крупных самостоятельных областей, управляемых пожизненными наследственными наместниками, из числа знатнейших бояр. Самовозможность его появления свидетельствует об упадке русского государственного сознания в это время. «Хороши преобразователи. Развалить Богом данную Россию на части и поделить власть между собой». Но именно это и было главной целью апогеем – просвещение. Все это мы с вами проходили наяву в 90-х годах XX века. Только тогда развал империи осуществлялся под лозунгом «демократизация» всей страны. Также ко времени Федора Алексеевича следует отнести церковную реформу. Поговаривали, что с легкой руки Семена Полоцкого умыслил Федор Алексеевич разделить страну на наместничество, среди которых главнейшие в Новгороде, Казани, Астрахани и Сибири должны иметь своих патриархов. А на Москве при государе следует быть православному папе. Что-то я не совсем разобрал. Нет, написано именно православный папа. Но позвольте, в православии не было никогда пап. Папа есть только в католической церкви. Смысл церковной реформы становится понятным. Постепенная замена вселенского православия на апостольскую католическую веру. Сначала разделить страну на части, затем расчленить единую русскую церковь на наместничество, а потом каждый осколок перекроить на латинский манер. Сам институт патриаршества трансформировался в нескольких священников аббатов. Разделяй и влавствуй. Следом за этими реформами заговорщики отменили и саму Боярскую думу. Самые главные имперские приказы, посольский, тайных дел, большой, монастырский были упразднены. Логичным завершением этого процесса стало превращение комиссии Боярской думы в расправную палату, которая по месту заседаний называлась также «золотой». Федор Алексеевич ввел постоянную должность председателя Боярской комиссии, Адаевский, и его заместителя, Голицын, что и было отмечено в разрядных записях. Фактически вся дума была превращена в большую расправную палату, где и засели латинские ставленники. На сцену начали выплывать Голицыны, Адаевские, Апраксины. Люди досели совершенно незнатные. Параллельно реформирование основных устоев русского общества в 1676 году начинается тенденциозное составление правильной истории. Эта массовая фальсификация происходила под непосредственным руководством патриарха Якима. Именно в 1670-1680-х годах первые русские ученые-историки Игнатий Римский-Корсаков, Сильвестр Медведев и Андрей Лызлов трудились над своими монографиями и фундаментальными исследованиями. Только недавно мы узнали, что многие из этих интереснейших сочинений были созданы в непосредственной близости к Якиму, в его окружении и, возможно, даже по его заказу. При переезде в Москву Яким взял с собой знаменитого летописца Исидора Сназина и, возможно, других. Вступление Якима на патриарший престол ознаменовалось началом интенсивной работы Чудовского летописного центра. Фактически именно Яким со своим Чудовским летописным центром стоял у истоков новодельного летописного свода. Принято считать, что наша история начала создаваться Татищевым в середине XVIII века. При этом первый русский историк жаловался на скудость дошедших источников и летописей. Теперь становится понятным, кто и когда уничтожил основные исторические фонды Российской империи. Важно подчеркнуть, что иакимовские летописцы, как правило, не занимались сочинительством, входящим в их времена в моду, но стремились в духе своего покровителя-патриарха лишь навести порядок в той массе летописных и хронографических статей, сказаниях и легендах. Общерусское летописание развивалось при Якиме. Чудовские книжники трудились не просто по благословению патриарха, но выполняли его заказ. Малоздобрейших побуждений наводили порядок. В результате масса летописных и хронологических статей русских летописцев бесследно исчезла. Документы были нещадно уничтожены по прямому указанию патриарха иакима. Впоследствии, дабы оправдать почти полное отсутствие некогда богатейшего летописного свода Руси, была придумана красивая легенда об утере библиотеки Ивана Грозного. Мол, да, были летописи, были, но где-то потерялись. Так начала создаваться традиционная версия истории, которую сегодня принято считать единственно верной. Как в песне. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем... Разрушать правдивую историю начал иаким. Через сто лет на голом месте усилиями Миллера и Шлетцера начнет вводиться новое здание насквозь лживой истории. Мы наш, мы новый мир построим. Если в популярной песенке слово мир заменить на слово история, то получится очень точно. А вот на что была направлена работа мастеров чудовского летописца. У России начали отбирать ее особенную историческую миссию, как вселенской православной империи. Однако даже идея жребия Богородицы не могла быть, как отметил друг патриарха иакима Игнатий, по строгому рассуждению ограничена Россией. Вся град и страна христианская ея святым стоит заступлением. Если до иакима бытовало мнение о божьем жребии Руси быть под покровительством Богородицы, быть единственной защитницей права и веры православия, то теперь все кардинально поменялось. Отныне утверждалось, что этот жребий достоин любой страны в мире, никакой избранности у России нет. И проводилась сия крамола при прямом участии патриарха иакима. Следом последовало изменение статуса самой Москвы, как общепризнанного имперского центра. Еще долей шатким основанием претензий на уникальность российской истории была концепция имперского наследия. Идея Третьего Рима сама по себе уже отнюдь не радовала патриарших летописцев. Лишь раз составитель патриаршего свода 1680 года позволил себе в одном из приведенных им вариантов повести о зачале царствующего града Москвы оставить строки «Вся оба христианское царство в конце приидоша и снедошаяся воедино царство нашего великого государя по пророческим книгам, то есть российское царство. Два оба Рима по доша, третий же стоит, а четвертый этому не быта. Поистине же сей град именуется Третий Рим». При последующем редактировании и эти фразы выпали. Хороший порядок наводил Иоаким в исторических документах. Ничего не скажешь. Если учесть, что Иоаким, святейший московский патриарх, сама сущность которого должна быть направлена на сохранение древнего православия, как вселенской церкви, то все это выглядит просто чудовищным. Но это в рамках традиционной истории. Иоаким – благоверный тихий старец. По нашей версии Иоаким – шпион Ватикана и главный идеолог развала православия. Только с этих позиций можно объяснить все происходящее. Кстати, про золотые купола. Неужели наш славный патриарх не заменит православные храмы с имперским полумесяцем и луковичными куполами на привычные ему католические храмины? Как же с него станется? Уничтожить старые имперские символы для Ватикана было делом святым и первостепенным. Все эти мерзкие деяния списали на премудрого царя Федора 15 лет от роду. В Белявском летописце сказано, «Ибы сей государь кроткий, в делах рассудительный, премудростью и разумом подобный Соломону. При его же царстве, по велениям его верховным, святые Божьи церкви украшаешьа правдивым благолепием, и град Кремль поновился и на башнях верхи изрядно построишься». Под подновлением верхов церквей надо понимать начало массовой замены древних православных символов веры на новые католические. Именно в это время в Москве начинают строиться первые католические храмы, а московский Кремль подвергается невиданной доселе перестройки. Серьезному обновлению подвергается собор Василия Блаженного, переделка коснулась чудова монастыря. Один из древнейших в Кремле соборов пятиглавый, Оливизовский храм, заменяется одноглавой церковью с прямоугольным алтарем и трапезной палатой с западной стороны на католический манер. До неузнаваемости изменяется Покровская церковь города Вологды, главных ворот Москвы, полностью перестраивается в западном стиле Волоколамский Кремль. В это же время по всей Москве начинают строиться нехарактерные каменные дома в стиле русского барокко. Первые каменные храмины на западный манер появились в Москве у Матвеева, Долгорукого, Адаевского. И это была не просто роскошь, а необходимая безопасность. Уж больно часто в последнее время стали полыхать дома новоиспеченных бояр. В тех дворцах непростолюдины, лучшие семьи государства, книги держат латинские и немецкие, громадные зеркала и картины перспективные поразвесили, музыку завели недуховную, сами на органах да клавикордах играют, и другим велят петь не по древним крюковым нотам, а по новым на линейках написанным. Но что поделаешь, у самого государя всем этим непотребством дворцы и ветрограды переполнены. Комментарии излишни. Академик Богданов бьет традиционную историю не в бровь, а в глаз. Но это правда почему-то никак не объясняется. Отчего же такое непотребство внезапно расцвело в сердце православной империи? А где печатались эти книжицы латинские? В сердце православной России в Кремле. Государь завел во дворце верхнюю типографию. Там не токма проповеди Полоцкого печатают, но и псалтирь издали, не святую церковью почитаемую, но новомодными виршами вольно изложенную. Это Сильвестр Медведев с благоволения Якима начал вносить свой вклад в великое дело просвещения и организовал бесцензурную типографию в московском Кремле. Резюмируя этот период в многострадальной истории нашего Отечества приведем меткое замечание Брикнера. При Федоре можно считать вероятным окончательный перевес средневековой католической науки, пробившей себе путь в Россию через Польшу и Малороссию. Абсолютно точно именно при Федоре. Так что петровские реформы начали проводиться до великого реформатора. Он лишь повторял их заново в более радикальном и отвратительном виде. Первый же радикальный поворот к Западу случился в период с 1676 по 1682 годы. Вот только народу русскому этот дьявольский вертеп понравился не очень. Понятно почему. Чтобы смягчить трагичность происходящего, на помощь просветителям пришло искусство. Именно в первой половине 1676 года в Москве начинается театральный бум. Ну а рождение русского театра при дворе Федора Алексеевича традиционная история говорить не любит. И отправляет это событие в царствование его отца Алексея Михайловича. Мэтр жанра Костомаров пишет. Алексей Михайлович до такой степени изменился, что допускал то, о чем и не смел бы подумать назад тому несколько лет, когда церковные ходы и царские выходы доставляли единственную пищу его врожденной страсти к художественности. Теперь под влиянием Матвеева и жены у царя заведен был театр. Вызвана была в Москву странствующая немецкая труппа Ягона Готфрида Григори, устроена в Преображенском селе комедийная хорамина, а потом комедийная палата в Кремлевском дворце. В 1675 году театральный вкус развился уже до того, что на сцене давался на Маслице балет, главным лицом которого был мифологический Орфей. Но Костомаров про начало русского театра немножко слукавил. На самом деле все эти необычные представления имели место в 1676 году, о чем мы находим свидетельство забытого историка Голикова. В разрядных записях 1676 года записано, что такого-то числа была комедия, как «Алаферену иудивь отрубила голову», такого-то как «Артаксеркс» велел повесить «Амана» и прочее. Господин Миллер в четвертой части «Опыда трудов Вольного Российского собрания» говорит, что от сих потех прозвание свое получили как «Кремлевский дворец», так и «Преображенский двор потешных». Но как некоторые утверждают, что сие названия получили оба этих дворца от военных начал Петра Великого. Ни в 1674, ни в 1675 году в разрядах ничего не говорится о театре в Кремле. Там все больше записей о приеме послов и святых православных бдениях. И лишь с 1676 года в Кремле начинаются эти кощунственные свистопляски. Только что царь умер в пору год в трауре проводить, а мы наблюдаем комедийные представления. Обратите внимание, потешные дворцы получили название вовсе не от потешных полков Петра, а от этих театральных представлений. Потех. Историки этим подлогом убили сразу двух зайцев, затушевали театральную тему и предъявили новый аргумент в подтверждении нахождения Петра в Москве. Ставим им за это отлично. Трюк довольно удачный. Но как ни крути, а потешные храмины в Москве и балет на Маслицу. Это круто. Особенно в исполнении Орфея. Особенно в Кремле. В присутствии набожного царя Алексея Михайловича. Костомаров пишет про эти события и сам, видимо, удивляется. Царь несколько смущался, когда пришлось допустить пляску с музыкой. Интересно, откуда такие подробности о смущении царя? И далее. Плясовая музыка соблазняла его еще более самой пляски, но он потом успокоился, когда ему представили, что при дворах европейских государей употребительны такого рода увеселения. Ну и как вам? Традиционная историческая зарисовочка. Царь Алексей смущается, ерзает на троне, но все равно смотрит. Другие короли пользуют? Значит, и мне можно. Мы прекрасно помним, как относился великий царь Алексей к западным королям. Считал их вассалами значительно ниже своего титула. Так считали все русские цари до и после Петра. Все латинские приверженцы считались нечистыми еретиками. Им строго-настрого запрещалось заходить в русские церкви. А тут целая комедийная палата в Кремле. Неужели русский государь стал слушать богопротивную ересь, оправдываясь тем, что так делают лютеранские католические короли? Разве мог благочестивый Алексей пустить еретиков с дьявольскими органами во дворец Кремлевский? Но, может быть, театральные представления считались на Руси нормальным делом, и ничего удивительного в этом нет? Отнюдь. Сохранились наставления Иоанна Златоуста, который только за наблюдение театральных представлений отлучал от церкви. В сборнике 16 века домострои перечисляются всякие богомерзкие дела. К богомерзким делам отнесены песни бесовские, плясания, скакания, гудения, трубы, бубны, сапели. Русские люди называли театр искоморошенные представления позорищем, бесовским игрищем. В связи с этим Стоглавый собор постановил, чтобы православные христиане на таковые бесования не сходились, и чтобы проклятое еленское бесование впредь попрано было до конца. То есть еще Стоглавым собором все театральные и какие-либо другие искоморошенные представления были строго-настрого запрещены. Поэтому царь Алексей, как истинный православный, не мог смотреть эти бесовские представления. Ни под каким соусом. Зачем же эту откровенную халтуру вставили в свою историю барзописцы? Ответ мы находим у Костомарова. Таким образом, именно в то время, когда родился человек, которому суждено было двинуть русскую жизнь на европейскую дорогу, в Москве уже занималась заря этой новой жизни. Все становится понятным. Перед нами старый романовский прием. Загрузить правление царя Алексея деяниями из следующего царствования и при этом создать иллюзию, что сама судьба двигала православную Русь к новой жизни. Навстречу Латинской Европе. Самый набожный православный монарх сам прозрел и пришел к этому. И надо же, какое счастливое совпадение! Как раз будущий реформатор только что на свет появился. Сам ход истории ждал пришествия Петра. Аллилуйя! Но дело вовсе не в случайном проведении, а в Большом Латинском перевороте. Как мы уже говорили, именно с 1676 года и поползет по Руси слух о приближении Антихриста. Ревнители старины с ужасом наблюдали, что деется, и бежали из столицы поднимать народ праведный во спасение веры. Так родился вполне понятный слух о приближении времен Петра Антихриста. А вот как интересно мотивирует появление этого слуха Костомаров. Царица Наталья получила еще более силы над царем. В противность прежним обычаям она позволяла себе ездить в открытой карете и показывалась народу к соблазну ревнителей старины, видевших в подобном явлении приближение Антихриста. Мол, увидели люди царицу в открытой карете и побежали, повесям народ праведный поднимать. Царица в карете, Антихрист приближается. Такая вот она наша славная история. Грушецкая реформы проводит, а царица Наталья своим видом Антихриста олицетворяет. Да, не были романовские писаки джентльменами. Все о грехе латинские на невинных женщины списали. А теперь посмотрим, о чем же были театральные представления, якобы даваемые при дворе Алексея Михайловича. Сразу отметим, что большинство из них называлось комедиями, хотя ничего комедийного в этих библейских произведениях нет. Читаем интересный труд Архангельской. Ранняя русская драматургия. Днем рождения русского придворного театра традиционно считается 17 октября 1672 года, день, когда на сцене специально построенной комедийной храмины в селе Преображенском был показан спектакль «Артаксерксово действие» на сюжет библейской книги «Исфирь». О смиренной красавице Исфири, которая обратила на себя милостивое внимание персидского царя Артаксеркса, стала его женой и спасла свой народ. Автором пьесы был пастор лютеранской кирхи в немецкой слободе, магистр Иоганн Готфрид Грегори. Пьеса была написана стихами по-немецки, затем переводчики посольского приказа переложили ее на русский язык, а после этого актеры-иноземцы, ученики школы Грегори, разучивали по-русски роли. Пьеса на сюжет библейской книги «Исфирь», популярной в средневековой литературах, отражала знакомые зрителям перипетии русской придворной жизни. Она рассказывала о наказании Амана фаворита царя Артаксеркса, страшной гордыне возмечтавшего о таких почестях, которые следует отдавать только Богу, и о возвышении скромного и благочестивого Мардахея, раскрывшего заговор и тем самым спасшего жизнь Артаксерксу. Исследователи неоднократно обращали внимание на то, что выбор сюжета для первой пьесы придворного театра мог быть определен не только огромной популярностью, динамичностью, драматичностью книги «Исфирь», но и конкретной обстановкой при дворе Алексея Михайловича. Оказывается, все эти представления были связаны с конкретной обстановкой при русском царе. При этом главную роль играет некая женщина-царица и ее фаворит скромный Мардахей. Главное, что связывает все эти пьесы, это спасение руками царицы некоего народа от могущественного язычника царя. По-видимому, все эти библейские герои действительно отражали реальных исторических персонажей. Мардахей – это Матвеев. Загадочное имя «Исфирь» – СФР, без огласовки, в данном случае имеет вполне земное происхождение и подразумевает Софью Романову. При этом «Артаксеркс» очень похоже на «Орды царь Алексей». Именно Софью с Матвеевым рассматривали на Западе как спасителей Европы. Следующие сценаристы все понимали и ставили пьесы с большим политическим размахом. Сначала эти представления давались при дворе курфюрста Бранденбурга Фридриха и связаны были с рождением сына Петра. Поэтому они и стали известны с октября 1672 года, через пять месяцев после появления на свет будущего Петра Антихриста. Именно поэтому оригинальные пьесы написаны на немецком языке, игрались строго немецкими актерами и музыкантами. И некий пастор-магистр Йоганн Готфрид Грегори действительно был их первым автором. Но писались и игрались эти пьесы не в таинственной немецкой слободе, а в самом Бранденбурге. Согласно Фанкленко, по состоянию на 1675 год в Москве не было ни одного латинского священника. Следовательно, не мог пастор Грегори давать их на Руси в 1672 году. Как мы впоследствии увидим, все события, которые миллеровские сказители свяжут с немецкой слободой и селом Преображенским, на самом деле происходили за границами имперской метрополии. Яков Рейтенфельс, видевший первоначальную постановку в Бранденбурге, с удивлением отметил, что пьесы-то отличаются. В немецкой постановке хор пастухов и нимф пел приветствия принцу и его супруги. Первоначально прославлялись некий принц и его супруга, а вовсе не царь Алексей. В интерпретации традиционной истории все это необъяснимо. Видимо, речь идет о Софье Алексеевне Шарлотте и принце Фридрихе Гогенцоллерне. Он на самом деле тогда был еще принцем. Поэтому пьесы игрались на немецком языке и были посвящены рождению Петра Первого. После убийства ненавистного для запада царя Алексея эта театральная вакханалия с легкой руки бояр-заговорщиков переехала в Москву, но уже в отвратительно откровенном виде. Согласно Голикову, комедианты состоят под дирекцией боярина Артамона Сергеевича Матвеева. Матвеев – главный организатор заговора. Вот и повез он в Москву прозападную пропаганду. Но связывать рождение Петра и рождение русского театра строго-настрого запрещено. Поэтому рождение русского театра покрыто мраком. Вероятно, в русской постановке музыка была другая. Текст русского спектакля не сохранился. О постановке известно из сочинения Курлянца Якова Рейтинфельца, гостившего в Москве 1671-1673 годы и напечатавшего в 1680 году в Падуе книгу о делах московитов. Как прикажете понимать, при русском царском дворе существует театр, играются различные пьесы и балет, а мы про это впервые узнаем из книги Курлянца Якова Рейтинфельца. И почему оригинальные тексты музыка русской постановки до нас не дошли? Не дошли, потому что там, не стесняясь, торжествовали по поводу кончины царя Алексея. Писать эту правду в 18 веке было никак невозможно. И мы бы ничего не узнали про это, если бы не сохранившиеся до наших дней записки Якова Рейтинфельца. Как вы думаете, а кто был сценаристом русских вариантов этих пьес? Оказывается, это наш старый знакомый Симеон Полоцкий, из-под пера которого и выходят все русские версии крамольных пьес. Начало русского школьного театра связано с именем Симеона Полоцкого. Особенно хочется отметить антицарский памфлет Артаксерова действа, который стирал временные границы и у людей не оставалось и тени сомнения, что под героем Артаксеркса подразумевается только что умерший царь Алексей. Библейский царь Артаксеркс становится очевидцем событий, происходящих в московском царстве. В первом своем монологе Артаксеркс, который, как говорилось в пьесе «Вяще лет 2000 в огробе заключен есть», трижды произносил слово «ныне». Он, как и другие заключенные в огробе персонажи, ныне жил на сцене, ныне говорил и двигался, казнил и миловал, тужил и радовался. Час от часу не легче. Царь смотрит постановки по антицарским памфлетам Полоцкого. Интересно, а почему этот театр Архангельская называет школьным? В Кремле при царе школу некую открыли, что ли? Осторожный историк Архангельская прекрасно понимает всю утопичность происходящего и маленьким прилагательным «школьный» переводит все эти события в разряд нелепых детских шалостей. Но все равно в рамках традиционной истории картина остается абсолютно невероятной. «Царь спокойно смотрит, как его показывают публики, уже во гробе». Ах да, это же школьный театр. Ну, почему бы и нет? Такая вот шутка неудачная. Архангельская историк честный. Она не могла не заметить яркие антицарские мотивы даваемых представлений. Как все это объяснить в рамках традиционной истории? В Кремле в присутствии царя в антицарские представления? И не в 1917, а в 1676. При этом эти пьесы игрались не только в Кремле, но и в святейших для Руси монастырях. Считаем Голикова. Играны были комедии и в Заиконоспасском монастыре, как духовные, так и светские, переведенные с французского на славянский язык. Как-то «Врач против воли» и другие. А царевна София с благородными девицами и мужчинами и сама играла в комедиях, и есть ее творение «Одна трагедия». Слов нет. София, которая должна сидеть в тереме для незамужних царевен, сама в театре играет и даже целые постановки разучивает. А вместе с ней и другие царевны пускаются в эту сатанинскую пляску с мужчинами. На все это с недоумением смотрит тишайший царь. Ерзает по трону, смущается и терпит. Ну что тут сделаешь, пора просвещаться настало. Плевать на многовековые каноны и православные наставления. Пусть под святыми иконами монастырей народ немного побеснуется. Наблюдается повсеместный маразм и упадок нравов. Задумаемся над названием комедии «Врач против воли». О чем может быть комедия с подобным названием? Сразу и не придумаешь. Но в данном случае все понятно. Речь идет о горе-враче, который не по собственной воле играл роль цирюльника при злом царе Алексеи, пока его миссия не завершилась счастливым отравлением. Виват находчивому доктору-спасителю Европы. Информация об участии Софьи в этих мероприятиях корежит официальную историю. Но свидетельства Рейтенфельца и Голикова лаконичны. Софья была участницей этих представлений и даже написала одну из комедий. Каким же образом, сидя в тереме для царевин, она умудрилась это сделать? Выдающийся русский историк Устриалов пишет о царевнах. Никогда посторонний взор не проникал в их хоромы. Только патриарх и ближние сродники царицы могли иметь к ним доступ. Не было предварения одного праздника или торжества, на которые являлись бы царевны. Только погребение отца или матери вызывало их из терема. Царевны в праздниках не участвовали ни в одном. Таковы были незыблемые каноны русского двора. Поэтому написать трагедию и поучаствовать в ней в роли актрисы Софья могла только в Европе. Именно так оно и было. Трагедии Софья писала в Бранденбурге, Пруссии. Там и разыгрывала роли. Почему? Потому что в 1671 году она единственной из всех царевин вышла замуж и освободилась из терема. Поэтому театральная тема в нашей истории тщательно замалчивается. Представить все происходящее при живом царе Алексея просто невозможно. Другое дело, если царь действительно уже умер, вернее убит. Тогда смысл действительно есть. И еще какой. Подобными представлениями трагизм убийства великого русского монарха превращался в фарс. С правильным политическим акцентом. Параллельно внедрялось западные духовные ценности. Высмеивалось православное духовенство. Мол, был тиран, теперь его не стало. Ну и не надо грустить. С ним ушли злодейства и началось благое время просвещения. Аллилуйя. И орган завыл под сводами православного собора. И рука плещет зал, состоящий в основном из иноземцев. И протяжный звук этого ненавистного органа уже был слышен во всех уголках империи. Кстати, про органы. Историки типа Соловьева рассказывают небылицы, что органы, сопровождающие эти нелепые представления, появились на Руси как раз во времена царя Алексея. Но ни один иноземец, посещавший Москву в то времени, каких органов в Кремле не видывал. Более того, сохранилась грамота царя Алексея от 1649 года, посланная приказчику Верхотурского уезда, где объявятся домры и сурны, и гудки и гусли, и харьи и всякие судебные бесовские сосуды, тебе б то все велелось выимать и изломать те бесовские игры и велечь сжечь. По свидетельству Адама Алиария, около 1649 года все судебные сосуды были отобраны по домам в Москве, нагружены на пяти возах, свезены в Москву реку и там сожжены. Царь боролся с бесовскими трубами с самого своего заступления на царство. Чтобы окончательно выбить крапленые карты из рук Соловьева, приведем свидетельство Бальтазара Коэта, который посещал Москву как раз в 1675-1676 годах. Инструментальной музыки у них нет, потому что последний патриарх запретил ее как употребляемую папистами. Кстати, если с 1673 года патриархом был Яким, то зачем он сначала отменил, а впоследствии разрешил эти органы? Не лепится. По нашей реконструкции все понятно. Никон запретил латинские органы, а пришедший в 1676 году ему на смену Яким разрешил. Последний в органах души не чаял, потому и понаставил эти дьявольские трубы по святым храмам Москвы. Латинскую литургию надо как-то справлять, а для нее нужны органы. Подробности рождения русского театра стали нам известны благодаря труду Якова Рейтенфельса. Этот удивительный по объему источник замалчивался на протяжении 300 лет. Труд Рейтенфельса был очень опасен для традиционной истории. Архангельская даже не приводит настоящего названия книги. На самом деле книга называлась вовсе не так, как преподносится в исторических кругах. А именно, о событиях московских светлейшему герцогу Тосканскому Казимо Третьему в Падуе 1680 года. Иждивением книгопродавца Петра Мария Фрамботти с разрешения старших. Конечно же, никаким курлянцем Рейтенфельс не был. Он был итальянцем, гражданином Священной Римской империи. Поэтому и посвящает свои труды одному из лидеров антиимперского блока Казьме Третьему Медичи. Романовские историки прекрасно осознавали опасность этих свидетельств и решили отнести посещение Рейтенфельса Москвы во времена царя Алексея. Но это очевидный подлог. Яков Рейтенфельс был в Москве в 1675-1678 годах. Это легко устанавливается по самому тексту записок. Автор, будучи в Москве, говорит сначала о живом, а потом уже об умершем царе Алексея. Но о горе! В то самое время, как я готовился обнародовать вышесказанное, мне приносят печальные вести о том, что Алексей всего 1676 года, 29 января, после девятидневной болезни, к лютейшему прискорбию всей Москве и скончался, прожив 56 лет. Далее автор приводит полный титул нового царя Федора Алексеевича. Как мог Яков Рейтенфельс все это знать в 1673 году? Попытки борзописцев от истории представить все это как некие аллегории годятся только для детсадовских чтений. Именно поэтому книга Рейтенфельса была впервые напечатана в 1680 году в итальянской Падуе. Сразу по возвращению из Москвы автор и издался. Книга Рейтенфельса была для романовских историков как кость в горле. Она раскрывала истинное лицо просветителей и связывала их с убийством царя Алексея. Одни театральные представления в Кремле чего стоят. Поэтому труд Рейтенфельса не получил широкой известности ни в Европе, ни в России. Лишь в 1836 году этим сочинением заинтересовался русский историк Венелин и перевел, вернее пересказал первые девять глав второй книги. Но и этот перевод был запрещен и напечатан не был. Согласно разысканиям Станкевича, рукопись Рейтенфельса была утеряна уже в начале 19 века. Вопросы в главной библиотеке Флоренции в начале 20 века не дали никаких результатов. Подобная участь постигнет все документы-первоисточники об эпохе просвещения и приходе к власти Петра I. Однако уже в 20 веке после ухода с исторической сцены династии Романовых, труд Рейтенфельса все-таки был издан. Более того, в архивах Флоренции недавно вскрылись занимательные приложения к запискам Рейтенфельса «Краткое наставление к путешествию в Москву». В этих документах тщательнейшим образом по пунктам изложен план латинского переворота 1676 года. Их-то мы и полистаем. Лица, которые угодно будет послать в Москвию, должны быть прежде всего прирожденными итальянцами. Так как от них во время пребывания в чужой стране главным образом потребуются следующие качества. Полная готовность и твердое намерение действовать определенным раз навсегда образом. То есть следует для настоящего дела тщательно избирать таких, которые посвятили бы ему все силы ума и сердца своего, и не вздумали бы, охладев во время самого хода действий, отказаться от него. Прежде всего должно им помнить, что лишь одна скрытность доставит им всюду и всегда полную безопасность. Пусть они поэтому всячески избегают говорить слишком много о своем деле, как в Италии, так и где бы то ни было, дабы случайным раскрытием плана не погубить всего дела. Пусть они помнят, что в Москве прежде всего им необходимо должно переменить всякие европейские нравы на азиатские, дабы в противном случае их планы, хотя и прекрасно обдуманные, но быть может не согласные с обычаями не погибли, злополучнейшим образом. Ибо тут, как на войне, нельзя два раза ошибаться. Речь идет о некоем секретном и важном деле, для которого подходят только преданные итальянцы. От этого дела зависит очень многое, ошибка недопустима. Упоминается некая война. Интересно, о чем это Яков Рейтенфельдс скрытничает? Как все это понимать? Продолжим изучение документа. Пусть они немедленно по приезде своем отправятся к выдающимся лицам католического вероисповедания и страдайшие обяжут их молчать о своих намерениях. Пусть они по указанию друзей поспешат расположить подарками в свою пользу некоторых лиц, особенно же Артамона Сергеевича, первого министра при нынешнем царе. В этой стране давать и брать взятки явление обычное. Речь идет о подготовке некоего важного действия, для чего надо подкупить Артамона Матвеева. Опираться можно только на него и на посвященных католиков, подпольно обретающихся в Москве. Денег на взятки приказано не жалеть. Продолжим. Пусть они тщательно поразведают об образе мыслей тех лиц, кои, отвергнув прежнюю свою веру, присоединились к московской, дабы от этого срединного, так сказать, рода людей ежедневно получать как можно более нужные сведения. Пусть они также подружатся с некоторыми монахами базильянского ордена, а именно с Симеоном, родом из Литвы, и глубоким знатоком латыни, и теми двумя, которые получают от царя жалования за свою греческую ученость. И, наконец, даже с митрополитом Гаским, который некогда провел немало лет в коллегии, принадлежащей пропаганде. Под сноской стоит интересная информация комментатора. Паисий Легорит, митрополит Гасский, обучался в римской коллегии святого Афанасия, который заведует пропаганда. Уважаемые зрители, посмотрите, в каких тончайших нюансах подтверждается наша реконструкция. Ставка делается на базилиан, включая митрополита Гасского, которые и смещали Никона. Все они принимали активное участие на суде над Русской Церковью якобы в 1666 году. Интересные вещи мы наблюдаем. События были десятью годами ранее, а все действующие лица до сих пор в Москве. Читаем о главных целях миссии. Стараясь таким образом, разными способами приобрести расположение царя, следует тем некоторым лицам, которые пользуются его милостью, стараться о том, чтобы выпросить хотя бы тайное отправление церковных служб, дабы московиты через это постепенно подготовлялись к полному слиянию. В Риме же пусть будет назначено лицо на следующую должность. Ему без всяких околичностей будут сообщать о происходящем, а оно будет посылать ответ в Москву по возможности скорее, во избежание возможного запоздания дела, в случае чересчур долгого откладывания ответа. Итак, пусть они неустанно пишут подробнейшие письма, как касательно политики, так и всего того, что будет делаться в Москве, приняв, однако, следующую меру предосторожности. Именно, писать скрытно, пользуясь какой-нибудь торговой или иной какой тайнописью, дабы не выдать тайны, если письма по приказанию царя будут вскрываться, что нередко бывает. Речь идет о слиянии православной церкви с католической. Заговор и его цели налицо. Руководство этой операции осуществляется из специально созданного в Риме штаба. Вся переписка должна вестись с тайнописью. Интересно, интересно было бы послушать наших историков по поводу приведенного материала. В конце этого странного документа стоит приписка, которую переводчик Станкевич не понял и переводить не стал. В подлиннике эта резолюция членов конгрегации гласит так. Здесь конь, здесь и узда. Мы не припоминаем равнозначащие поговорки или пословицы в русском языке. А чего тут понимать? Все предельно понятно. На Русь коня планировалось накинуть крепкую латинскую узду. К великому сожалению для русского народа в 1676 году эту узду действительно накинули. Вернее сказать, попытались накинуть. Но русский народ тем отличается от всех остальных, что больно ревнив своей вере и своим духовным ценностям. Конь оказался сноровым и уздечка скоро порвется. Но мы забегаем немного вперед. Пока в Москве 1676 год и под стенами кремлевскими даются безобидные комедии. Но несмотря на все старания просветителей, дремучий русский народ нововведения не принял. Даваемые в Кремле потешные комедии обернулись для Матвеевской партии реальной трагедией. Скоморохи в святых храмах ничего кроме людской ненависти не вызывали. Россия оказалась слишком благочестивой, чтобы спокойно переварить латинские нововведения. В этом и был главный просчет заговорщиков. Православие для русского народа было намного значимее, чем латинство для европейцев. Более того, староордынская боярская партия во главе с милославскими, черкасскими, хованскими прекрасно понимала, что происходит в стране. Введение безместия и подмена Боярской думы расправной палатой вызвали раскол среди боярства. Самые знатные и популярные в народе бояре выступили против просвещения. То есть против существующей на тот момент власти. Это привело к неминуемым в такой ситуации волнениям, как там гражданского неповиновения. Поэтому заговорщики должны были действовать очень гибко и при этом не забывать про главную свою мистию. Уничтожение всех русских наследников и выдвижение Петра. Но надежды Матвеева не осуществились. И в этом заслуга ближних бояр, особую роль среди которых сыграли Богдан Хитрово и Иван Милославский. Они взяли под опеку молодого царя и начали целенаправленную борьбу с Матвеевщиной. На Артамона собирался компромат. Образ действия противников Матвеева, преследовавших и погубивших его путем коварства, скорее свидетельствует о его виновности. Матвеев прежде всего был отрешен от должности начальника аптекарского приказа. Затем лишился и звания заведующего иностранными делами. Наконец был сослан. Посыпались на Матвеева упреки в том, что он будто занимался колдовством, вызывал злых духов и покушался отравить царя Федора. Как мы видим, Матвеева прямо обвинили в попытках отравления царя Федора. Партия заговорщиков осознала, что имея в своих рядах крайне непопулярного Матвеева, можно и самим не сносить головы. Артамонам пришлось временно пожертвовать. Вот что пишет про арест Матвеева его сын Андрей. Великая учинилась перемена, по которой нанесением составных вымыслов и коварств в царство государя царя Федора Алексеевича от человек ненавистных, бывших тогда бояр Богдана Матвеевича Хитрового и того же боярина Милославского, он вышеименованный боярин Матвеев, от ненависти живышеупомянутых за подозрения, их же, будучи при твердом основании к стороне тогда государя царевича Петра Алексеевича и матери его, царицы государыни Натальи Кирилловны, по древней той своей верной службе ложно был оклеветан и невинно чести прежней и всего своего движимого и недвижимого имения лишен, и семь лет в заточении на последней черте к Пустому морю в Пустоозерском остроге с сыном своим Андреем, десяти лет, бывшим. Как мы отчетливо видим, Матвеева обвиняли в попытке возвести Петра на трон еще в 1676 году. Это в четырехлетнем возрасте. Неужели наших историков не удивило столь странное стремление Матвеева? Отстранением от власти Матвеева занимались непосредственно князь Милославский и боярин Хитрово. Эти знатнейшие бояре прекрасно понимали, кто замешан в убийстве царя Алексея Михайловича и кто повинен в творящихся вокруг переменах. А по версии младшего Матвеева и не за что было папеньку репрессировать. Мол, стоял он твердо к стороне государя царевича Петра Алексеевича. И это при живом царе Федоре в 1676 году. То есть сын открыто признает, что не питал Артамон Матвеев уважение к действительному царю Федору Алексеевича. Уже тогда мечтал посадить Петра. Если это не государственная измена, то что? Из сказанного следует, что благодаря вмешательству великого князя Милославского и боярина Хитрово смещение царя Федора удалось предотвратить. Главным обвинением Матвееву было обвинение в чернокнижии и попытке отравления царя Алексея. Но за такие преступления не ссылают. Казнят прилюдно и очень скоро. Тем не менее Матвеев избежал казни. Партия заговорщиков уже прибирала власть к рукам и смогла выписать Матвееву спасительную ссылку в Пустоозерск. Надо понимать, ехал наш Артамон до места под сильной охраной. Иначе бы не доехал, растерзали бы по дороге. Время уже отсчитывало последние годы жизни Иуды. По традиционной истории все это выглядит крайне непонятным. Был могущественный Артамон, безобидный просветитель. В Кремле театральные представления устраивал. Народ дремучий к искусству приобщал. И вдруг какое-то надуманное колдовство. А затем опало. Отстранение от должности. Ссылка. Ах, как жаль несчастного просветителя Артамона Матвеева. Вот-вот слезы потекут. И историки плакали. Старались все эти события списать на обидное недоразумение. Именно Матвеева было приказано воспевать историкам. Романовы прекрасно помнили, кому обязаны своим приходом к власти. Придворный писака XVIII века Новиков даже целое посвящение написал. Артемон Сергеевич Матвеев весьма достоин всемирного прославления, яко истинный ирой того века, ибо неусыпными трудами и попечениями через всю жизнь свою способствовал он благополучию государства и, наконец, спасая государя и отечество, заслуги свои запечатлел кровью своей. Один посольский историк утверяет, что царь Алексей Михайлович, при кончине своей, предусматривая слабость сил телесных обоих царевичей, Федора и Иоанна Алексеевичев, сделал было завещание, которое наследником и преемником престола своего определял царевича Петра Алексеевича, а Артемона Сергеевича назначал правителем государства до совершенных лет молодого царевича. Но что по кончине царя Алексея Михайловича, обстоятельства переменились, и сей случай, по его уверению, был причиной ссылки боярина Артемона Сергеевича. История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева. В свете сказанного хочется отметить весьма занимательную позицию наших историков по вопросу досрочного выдвижения Петра. Все они считают это выдвижение как само собой разумеющееся. В подтверждение приводятся различные сплетни. Якобы сам царь Алексей предполагал выдвинуть Петра. Что перед самой смертью царь узрел в молодом трехлетнем Петре великие предначертания и нашептал про царя Петра и регента Матвеева. А в старших сыновьях отец якобы не видел опоры, не жильцы. Как вы понимаете, все это настолько крайне нелепо. Вместо того, чтобы разобраться с многократными попытками выдвижения Петра, абсолютно незаконными и в своем роде уникальными, историки слепо оправдывают эти события, даже не пытаясь понять первопричины. Романовы понимали всю опасность того исторического периода и наложили на последнюю четверть 17 века строжайшее табу. Писать можно было только коротко. Царевичи были убоги. Петр Светоч. Сама история двигала Петра на трон. Это, наконец, случилось. Большего писать не стоит. А лучше вообще ничего не писать про этот период. Историки за табу не заходили. А мы зайдем за табу. Ибо там кроются наиболее драматичные события в истории российского царства. Но, как вы понимаете, уже не сегодня. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет только интереснее. Мира и добра всем нам. Мира и добра. Простые слова. А душу греют. А вам. До свидания. И до встречи у меня на канале. Продолжение следует.